Отдыхать у водоёмов – один из любимых способов проведения досугов солигорчан. Особенно это касается жарких летних дней. Однако сотрудники Солигорской спасательной станции отмечают, что на водоёмах отдыхают не только в тёплую погоду. Безопасное поведение на воде – личный долг каждого, ведь нет ничего ценнее жизни. На службе у жизни и сотрудники спасательных станций, занимающихся предупреждением несчастных случаев на водах, оказанием помощи пострадавшим. В прошлые выходные дни нам на станцию поступил звонок от работника Дамбы Старобинской. Поступил звонок о том, что там очень много детей молодого возраста и взрослых нет. Прыгают сверху, переплывают, прыгают со стороны и ведут себя так, что подвигают свою жизнь опасности. Выехал туда, доложил зампредседателя райисполкового Москвы Николая Ивановича, выехал туда на место и увидел там такую картину – около 50 детей, без присмотра взрослых. Значит, там прыгали, скакали, подвергали свою жизнь опасности. Ну, наругался, рассказал им, что нельзя, как так делать, и, значит, дети ушли, скажем так. Ну, это не говорит о том, что они не придут туда снова. Соблюдение правил поведения на воде – не просто рекомендация, а необходимость, ведь от этого зависит здоровье и жизнь. Особое внимание следует уделить детям, которые во время летних каникул могут проводить досуг у водоемов, порой во время веселья, забывая о безопасности. Родители должны смотреть, предупреждать своих детей, значит, объяснять им, куда нельзя ходить купаться, если же все-таки они доверяют детям, что они самостоятельно могут посещать водоемы. И объяснять им, чем это чревато, потому как, если дети будут находиться без родителей в таких местах, запрещенных для купания, еще и купаться, значит, созданы комиссии рейдовые, которые будут проводить рейды и выявлять такие моменты, потом сообщать родителям, где-то, может, кого-то будут наказывать, ну, это уже решение будут принимать те органы, которые могут наказывать. За 2015 год статистика Солигорской спасательной станции «Свод» сохранилась нулевая. Это говорит о хорошей профилактической работе и о личной ответственности солигорчан во время отдыха у водоемов. На сегодняшний день имеем очень хорошие результаты. Спасибо всем гражданам. Хотелось бы сказать, что достойно ведете себя у воды, очень благодарны, что не даете нам работы. Поэтому всем спасибо за правильное поведение у воды. Спасатели в очередной раз напоминают всем, без исключения гражданам. Чтобы отдых не был омаращен, следует не забывать, что отправлять к водоему необходимо знать и соблюдать правила безопасного поведения на воде, а также требовать и от других строгого следования их требованиям во время отдыха. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!